Внезапно дорога, по которой Рафаэль Рилл ходил каждый день, заканчивается. Июльское наводнение вызвало в Эрфштате оползень огромных размеров. Часть города буквально ушла под землю. Там внизу лежат остатки домов, которые когда-то стояли здесь. А здесь стояли еще один, два, три, четыре, пять домов рядом с тем коричневым. А вот это входная дверь от одного из этих домов. Накануне выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября, в избирательном округе Блессом все иначе. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Эта проблема еще и потому, что бюллетени для голосования в Германии можно получить по почте на домашний адрес. Соседка Рафаэля Верина Бахус указала адрес друга и надеется, что так она сможет получить бумаги. «Это все вопрос бюрократии. Если вам не пришло это письмо, получить его во второй раз будет сложно». Бросается в глаза, что в городе совсем нет предвыборной агитации. Политики разных партий сошлись во мнении, что регион наводнения не должен использоваться для получения политической выгоды. Рафаэлю, как и многим здесь, сейчас не до выборов. У них совершенно иные заботы. Но выводы для себя Рафаэль сделал. «Мы замечаем, что изменение климата происходит не где-то, а прямо здесь, у нас. Это должно было произойти, потому что Германия также несет большую ответственность за изменение климата. Например, мы добываем уголь. Когда-то это должно было случиться и здесь». Многие здесь хотят, чтобы правительство было лучше подготовлено к таким катастрофам и делало больше для борьбы с изменением климата и защиты людей. Рафаэль считает, что каждый должен сделать свой вклад. «Если мы все не начнем действовать, ничего не изменится. Я не хочу снимать ответственность политиков, потому что у них больше возможностей инициировать перемены. Но, возможно, то, что здесь случилось накануне выборов – это сигнал нам – просыпайтесь, нужно действовать». А пока жизнь продолжается. Квартира Рафаэля на втором этаже практически не пострадала, но его арендодатель хочет сам въехать сюда. План Рафаэля – переехать в полностью оборудованный микроавтобус. «Если я куплю этот автобус, это будет как крохотный домик. Внутри будет все, что нужно. Тогда мой дом будет всегда со мной. Я не потеряю его так быстро».